Мама Я вырос среди слез Мне и сегодня кажется, что глаза мои видели только слезы, а уши слышали только плач Я видел и слышал столько их в каждой хате В Федюках, где я родился, не было дома без сирот В Федюках, где я родился 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 В твоей светлой дороге жизни В Федюках, где я родился В Федюках, где я родился Михаил Пташук В Федюках, где я родился Когда он родился В тём уважении моём к мэтрам В федюках, с которым я встречалась Я приехал с Малевичей Я ходил по площадке Помогал, втыкал эти скворечники Весь перепачкан в саже И я был начинающий журналист А он уже был мастер Уже у него были постановки Лесные качели Ещё ряд каких-то картин, спектаклей В Москве, в Казани И он меня так по-простецки Этой огромной перепачканной Лапищей, значит, обнял Перешёл сразу на ты И так случилось, что мы Стали друзья Меня нашёл Миша в Минске Появилось предложение сняться в сериале Время выбрало нас И мне было интересно Я прочитал сценарий Характер такой очень звонкий Очень яркий Логутникова Мне как-то надо было себя Заявить здесь На киностудии Чтобы укрепить свои здесь Позиции На площадке всё было непросто Миша такой очень Человек эмоциональный Очень подвижный Со своим таким Авторитетом внутренним И я тоже в какой-то степени Всякое было Но всё в конце концов Решалось на площадке Когда мы приходили К общему знаменателю Когда он видел и был удовлетворён Абсолютно тем, что я делал Всё это в итоге сближало нас Он ещё как-то искал себя Он пробовал себя Но это была работа уже такого Зрелого мастера У Миши очень рано Трагически погиб отец И его убили И поэтому его воспитывала мама И бабушка И вот не глядя на всю свою такую могущесть Вот эти широкие плечи Этот рост Эта вот такая энергия неуёмная У Миши была очень нежная Очень трогательная душа И детство, и война Отложила отпечаток На его творчество Все фильмы Так или иначе Касаются вот этой драмы Драмы, через которую Прошла Беларусь В Великой Отечественной войне Вставай 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 Что же это они Что же это они сделали Ничего Ничего Ты вот смотри 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 и запоминай Мы с тобой свидетели Его всегда интересовали Крупные события И крупные страсти Мира С утробы матери, мне кажется Преследует эта тема войны И она всегда его Всегда его притягивала Эта тема И он от неё освободиться не мог Талант от Бога Что такое прирождённый Талант И я у него иногда спрашивала Миша, а вот почему режиссёр? Вот не учитель Не механизатор Не так сказать инженер А режиссёр Ведь, наверное, и бабушка И мама твоя понятия не имели А что это за профессия? А что такое режиссёр? Вот это моя школа Вот здесь я В 1956 году В середине двадцатого века Вступил на эти ступеньки И меня провели в школу И меня провела мама Помню, как он в детстве Корову вместе в очереди Со мной пасил Пасём коровы Там далёко А он Одна спойте Пошёл И пошёл Пошёл Вот здесь я всегда Ставил велосипед Когда я из деревни приезжал Вот здесь Был велосипед Да Я вот здесь Гвоздём К этой стенке В велосипед Чтобы не украли, думал И я его вешал на гвоздь Бабушка тут у него была Старенька Глядела его Мать виновой была Очень хорошая женщина Одиннадцать лет Возглавляет Леноводческое звено В колхозе «Октябрь» Мария Семёновна Пташук И всегда она получает Высокий урожай семян И волокна В этом году звено Марии Семёновны Выращивало лён На сорока гектарах Получено пять и семь десятых Центра с гектара Продукция поступает Государству Только высокого качества Вот в этом окна я сидел В восьмом классе Значит, беда была в чём Я мечтал в восьмом классе Мне так не хотелось учиться Я мечтал о чём Господи, прошли мне стать мухой Улететь, чтобы И чтобы улететь Через корточку С уроком Христианство Сохранило наше крестьянство У матери был отец связан с церковью И бабушка И мама Эти две женщины Направляли его Стать священником Вот здесь Слышишь? Клуб железнодорожников Я здесь в первую жизнь дебютировал Как певец Потом здесь был Замечательный руководитель Театрального коллектива Виктор Иванович Соколов Виктор Сергеевич Соколов Помнишь, кстати? Да, и Виктор Сергеевич Соколов Меня позвал в драматический куржок Да Это был девятый, десятый класс Я у него гулял в драматическом коллективе Играл все главные роли Он мне говорит Все Ты должен быть артистом Артистом Хочу быть режиссером Он не был таким интеллектуалом Не цитировал Киркегора Классиков философии мог не знать Но у него было какое-то вот внутряное крестьянское чутье Как крестьянин чувствует Соль земли Правду земли Так и Миша чувствовал Боль Драматизм Своей Многострадальной Родины Он чувствовал Ее болевые проблемы Рискованно Рискованно Ты ездишь А я тебе гада Угробить хочу За что же ты меня угробить хочешь? За что? А ты не знаешь за что? Бога в душе почувствовал Святым стал Библию читаешь, да? А тогда у тебя у фашистской морды был Бог? Когда ты в мою мать и сестренку малую стрелял был, а? Не стрелял я в них Не стрелял, не было меня там Ага Не было Ну да Ты думал, никто не видел Никто не знает Все же это крыто А свидетель ты остался Это я Я был под печью, когда ты стрелял туда из автомата Ты хотел меня убить А я, как видишь, жив Куда? Этот фильм Он тоньше, он глубже Он трагичней Хотя он более камерен Там нет таких глобальных сцен, которые были в фильме На время выбрала нас Но мне больше нравится именно эта наша с ним работа Трагедия, драма вот этого героя Ивана Батрака Она очень специфична для Беларуси Когда мы возили эту картину, показывали в разных городах Выходили простые вот бабульки, которые пережили это время Идет какая-нибудь старушка и говорит Иванька, ты мой прямо вот мой Иванька Мой сыночек Сын где? Куда ж сына девама? Работал он, конечно, как бы я сказала, неистово Разве я могу забыть сцену, вот когда я иду по улице Вот этот проход Мы с ним договорились, там не было этого в сценарии Когда она шишку Она понимает, что ее сейчас могут судить как убийцу Вот она идет Как она должна идти? Это для меня был самый тяжелый кадр в фильме Взяла боль своего мужа на себя Ему хотелось сделать вот так, чтобы дубль был, ну, совершенный И поэтому вот он уже, я говорила, ну, я опаздываю, все Я уже завтра у меня спектакль, я не могу Пойми, Миша, ну куда? И он говорил, Галь, ну, сейчас вот еще немножко Дожмем, посмотри, как очень хороший будет дубль Ну, как ему было отказать, когда ты видишь, глаза горят Рыжие михры торчат, он хочет сделать хорошо В коридоре на втором этаже, коридор у нас темный, свет только с одной стороны, где окно, иногда лампы там горели И иду, и меня останавливает такой большой-большой человек И говорит, ты Щукинская заканчивай Я говорю, ну да, иди сюда и в кабинет меня Завел, это был Михаил Николаевич Паташук Он, оказывается, тоже учился в Щукинском Той же зимой он предложил мне сняться у него в фильме «Знак беды» Ты комсомолец Демобилизованный красноармеец Собираешься служить в красной милиции И воздерживаешься от острейшей классовой борьбы Так что же ты сознательно играешь на руку классовому врагу? Ну, а если я еще не разобрался? Так разбирайся Дело коллективизации под угрозой срыва А он, видите ли, не разобрался Три минуты тебе на размышлении Мне хотелось снять картину об этих женщинах-крестьянках О их молодости Потому что судьба Сепаниды Это судьба моей матери Она так же, как и Сепанида Проводила коллективизацию Поднимала колхоз Мне кажется, что судьба Таких женщин, как Сепанида И не побоюсь сказать, судьба моей матери В образе является судьбой всей нашей страны Он артистам очень доверял Я, например, не видел такой классической режиссуры Когда он как-то на площадке все разводил и так далее Он как-то всех заводил, заводил, заводил А потом со стороны смотрел, как артисты Как муравьи между собой Конечно, он что-то правил, что-то выправлял туда, куда нужно было ему Но это был взгляд режиссера, эта позиция Когда он сверху смотрит на все, что происходит Он всю картину, мне кажется, в целом видел И для меня это было открытие, что в Беларуси такой режиссер Он, конечно, был вспыльчив Спыльчив резок, даже крутой такой Мог такое устроить, если что-то такое не делалось Что должно было делаться Ох, как он мог разносить все Но буквально через полминуты он все это забывал И как будто ничего не было разговаривался Что это? Такая скрипка Ты что, сдурел? Ты ж хотела Когда я хотела? Стоп! Гена, я тебя прошу Не торопись Сахара нету, хлеба нету Город И он в этот момент Покупает скрипку Ему неудобно подойти к ней Признаться в этом Не торопись Давай счет Ладно? Пошли Такое ощущение, что мы снимаем там какой-то шедевр Ничего подобного У меня, по крайней мере Может, у Миши было Но он мне такого не говорил Нет, была такая долгая, кропотливая работа с сомнениями, с какими-то мучениями Кивек! Кивек! Ой! Знак беды У меня в жизни больше не было такой картины Когда на съемках Просто У самого мурашки Я иногда Терялся Реальность это Или все-таки это Или это съемочный день Настолько Артисты были Органичные День А еще А ещё А ещё Теперь А т draпки Ну в общем, недели полторы всю тело болело просто У меня с Мишей был конфликт на последней съемке. Когда уже Степанидов обливает бензином все и зажигает избу, начинается пожар, мы пожар снимали тремя камерами. Как по закону подлости. Загорелся дом, пошел дым, там огонь, все, уже надо включать камеру, камера не включается. И тут со всей своей страстью, со всем своим, я не знаю, темпераментом Миша обрушился на меня, что, мол, в общем, я в этом виновата. Я как бы своей вины не чувствовала, я чувствовала, что это катастрофа, но, к счастью, ветер начал дуть на Диму Зайцева, который был на подъемнике. Там говорят, что ему так было жарко, что он уже там кричал, чтобы его спустили. И самые выразительные кадры получились именно вот с Диминой камеры. Этот фильм вывез меня в Европу, где я никогда не был. И первой страной, куда я приехал, была Егославия. Там проходил знаменитый кинематографический фест. Лучшие фильмы мира принимали участие в конкурсе. Лучшие режиссеры, актеры, продюсеры. Вручались только три главные премии за лучший фильм, за лучшую женскую и мужскую роль. И все главные призы получил фильм «Знак беды». Это было, конечно, счастье. Ну, понимаете, потому что тогда еще, так сказать, советская власть была. И получить все золото, как говорят, есть такое понятие, мы получили все золото мира. Но это же не просто фестиваль был, это был коммерческий фестиваль. Там никакой политики абсолютно не было. У нас, знаете, кто был конкурент главный? Фильм «Американский взвод», который уже получил Оскара. Но, оказалось, у себя на родине картину запретили к показу. Закрыло политбюро ЦК КПСС. Потом у меня был прием у Лигачева. Он меня уговаривал выкинуть из фильма лучшие сцены, выкинуть сцены коллективизации. Что у нас, мол, не было этого. Это не характерно. Что силой заставляли людей идти в колхоз. Все, о чем болела моя душа, кричала память, оказалось никому не нужно. Это действительно был знак беды. Я сказал себе, все во власти Бога. Не я делаю, через меня делается. Вернулся домой и поехал к маме в деревню. Миша очень часто смотрел себе вот на руку, на ладонь и говорил, ну, короткая у меня линия жизни. Ну, совсем короткая. Ну, вот короткая моя линия жизни. Ну, неужели это все вот так как-то оборвется? Михаил Николаевич, я вас поздравляю. Мне только что из Крыма звонила Раиса Максимовна. Какая Раиса Максимовна? Раиса Максимовна Горбачева. Они смотрели всей семьей ваш фильм «Знак беды» и остались под большим впечатлением. Михаил Сергеевич остался очень доволен. Просил передать, что сегодня, когда перестраивается вся страна, народу необходимо говорить правду. Так что я вас поздравляю. Два фильма, я считаю, два блистательных, просто высочайшего художественного и смыслового уровня снял Миша. Это «Знак беды» и «Наш бронепоезд». Я очень ценю работу свою в нашем бронепоезде у Миши. Николай Дмитриевич? Да. Командир отдельного дивизиона лагерной охраны. Ты помнишь, падла? Пятое марта пятьдесят третьего года. Как ты безоружных людей расстреливал! Еще руку свою сует, поганую. Если бы этот сценарий наш был поставлен в 66-м году, то есть больше двадцати лет тому назад, когда он был написан, то, наверное, наш советский кинематограф для нашего народа открыл бы ту незнакомую страницу нашей истории, о которой мы только сейчас говорим. Весь дальнейший кинематограф был бы другой. Когда он снимал «Наш бронепоезд» фильм, он предложил мне там роль старого большевика. А я болел, очень серьезно болел, но если Михаил Николаевич решил, то тут ничего не могло его остановить. Он говорит, болеешь? Я говорю, да, болею. Потом тут надо в огороде, я говорю, вот привезли сейчас навоз, надо его раскидать, потому что он вот так лежит кучей тут. Он говорит, сейчас я раскидаю. Раз, раз. Где перчатки? Где лопата? Он, значит, раз, раз, одел эти самые руководители, раскидал навоз. Этот просто как настоящий крестьянин, притом такой опытный, такой умелый, так ловко. Через десять минут все было сделано. Ну все, теперь будешь сниматься? Я говорю, так я же болею. Он говорит, так, вот в Минском есть санаторий. Значит, я тебя вызываю на две недели раньше на съемки, отправляю тебя в санаторий, учишь текст, подлечиваешься, и через две недели мы снимаем. Все четко, точно. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, Кузнецов. Если говорить конкретно о фильме «Наш бронепоезд», то мне кажется, что Миша выиграл в теме. То есть он угадал, что нужно зрителю вот в этом переломном периоде, когда мы еще и не советские, и не капиталистические, а что-то между этим происходило. И вот нужна была такая картина. Ха-ха-ха, этот портрет у меня в кабинете висел, я его сюда привез. Ну, так это шо он нас продал? Он, он только о себе думал, понаставил по всей стране этих идолов. А он умер, и мы что? А мы причем остались? Одних выгнали, другие на пенсию, и остались при разбитом корыте, так что ли? Три года прошло, и все, да, и весь твой порядок полетел кедрене в фене. Письмо о культе, и все! Так зачем же, спрашивается, мы столько лет? Грех на себя брали, по лезвию ножа ходили, столько народу-то перепортили, Коля! Вот эта сцена, очень длинная сцена, и очень трудно ее было снимать. И Миша, естественно, там давил на Ульянова и говорил о том, что вы как настоящий коммунист. А Ульянов говорит, кто был настоящим коммунистом? Что ты говоришь? Ну, в общем, был такой вот диалог, и в конце концов, я думаю, что пришли к общему знаменателю, который сделал картину состоявшейся. Я уж и слух пускал, скоро, мол, постановится порядок. Надо сказать, действует, но мало, мало капли в море. За это дело надо браться широко, всенародно. Люди распустились, а наш народ к благодарности не привык. Стадо. Так захочешь, так и замычит. То рыдали. А потом сказали, Сталин плохой. Начали издеваться. Хамье. Хамье оно и есть. И нечего его идеализировать. Завтра, скажем ему, опять портреты принесут. Картину тут же закрыли. И на год была запрещенная картина. Это речь шла о первых советских концлагерях, где советский офицер есть убийца. Да, сложная политическая картина. Но участие таких актеров, как Михаил Ульянов, Владимир Гостюхин, Алексей Петренко, Александр Филипенко, за мной стояли люди, которые мне помогли, чтобы эта картина появилась на экране. Миша Пташук понимал, что для того, чтобы достигнуть каких-то результатов в кинопроизводстве, нужно работать с большими, великими актерами. Это не потому, что с ними не надо работать. Ведь зритель ходит на артиста. Даже не на режиссера, а на артиста. Он был влюблен в этот актерский ансамбль. И артисты тоже как бы доверяли ему. И с удовольствием снимались у него в его следующих фильмах. Дальше я снимаю картину «Кооператив Политбюро». История нашей страны, где есть Сталин, Хрущев, Брежнев и Чапайев. Только это решается в жанре трагикомедии. Эта картина у меня получила в Европе пять призов, пять гран-при. А на экранной она была запрещена для показа. Поэтому я уже привыкший к тому, что, начиная новую картину, ты идешь в очередной бой. Костеньки, дорогие, на рыбалку приедем? Ну, пригодится. А может, баньку истопить? Вот это хорошо. Ну, хорошо-то хорошо, а кто вы такие вот? Бабуля, знакомьтесь, Никита Сергеевич Хрущев, Леонид Ильич Брежнев, Василий Иванович Чапаев. Есть, мэм. Ой, а это кто ж такие? На Иосиф Исарионович похожи. Так он и есть, баб-то. Поговорили, они померзшие. Бабуля, мы снимаем кино. Любовь к актерам, знание профессии давало ему право и давало ему возможность доверять актеру. Нам не всегда надо доверять. Мы часто свои возможности или недооцениваем, или переоцениваем, или мало знаем себя. А режиссеры, вот такие, как Михаил Николаевич, они нас лучше знают и знают, чего, в общем-то, мы можем, а чего мы не можем. Я предложил, что давай Сталина попробуем, давай. В чем дело? Что происходит? Товарищ Сталин, видите, до чего довели? Страну. Со страной мы разберемся. Дай мне бутилку. Ни к одному фильму я так не готовился, как к кооперативу Политбюро. Он завершал трилогию о судьбе страны «Знак беды», «Наш бронепоезд» и «Кооператив Политбюро». Три фильма и вся история страны. Три фильма и вся моя жизнь. То, что я видел в Михаиле, ну, это все правда. И правда то, что я видел в Щукинском училище, когда он бегал по коридорам, остроумный, озорной. И правда в том, что он делал фильмы, такие фильмы, они все без пошлости, все устремлены к свету. Поэтому он ценен не только для белорусской культуры, но вообще для российской нашей культуры всей. Мы впервые виделись в Белграде. Он узнал, что я педагог. И предложил, чтобы мы общались, чтобы наши студенты общались, чтобы совместные лекции были. И он был так рад. И сказал, ты знаешь, мы уже как-то так потихоньку уходим, а должны сделать все для молодых. Я все время с ними стараюсь поддерживать связь и слежу за их творчеством. Они востребованы очень в Москве, в Петербурге, на российских студиях других. Раньше они говорили, что мы ученики Петушка. Сейчас они уже не говорят этого, потому что в этом уже их знают, в этом нет необходимости. Я этим летом закончил несколько сериалов снимать. Мне позвонили, мне предложили поработать над видеоклипом. Соблазнили тем, что будут сниматься Гостюхин Владимир Васильевич, Алексей Панин. Я, естественно, согласился, потому что я этих актеров очень люблю. И вообще я люблю работать с профессионалами. Первый урок, когда он сказал, что недовольство собой – это первая ступень к Богу. И вот когда режиссер или актер, он будет недоволен собой, вот тогда что-то получится. На свидание к тебе приехали. И поедем еще в деревню поедем. На открытии-то мы были здесь. Ой, сколько народу было. Это Мишка уже. Ах, мой Мишечка. Ах, мой. Ах, мои лучи. Ты хорошие, какие уже большие. Мне было бы очень интересно зайти, посмотреть, как снимается кино. Да, это меня привлекает. Как профессия, очень даже хорошая профессия. Да, иногда я задумываюсь о мысли поступать на режиссуру. Так как мне пока 17, я еще в размышлениях. В прошлом году пытался поступать, но не поступил. Благословляется и освящается крестное знамение сие. Благодатью Пресвятого Духа, окроплением воды сие священные. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Я заметила вот после освящения, когда крест, что только я там не нахожу. Я находила даже записочки. Дядя Миша, помоги мне стать режиссером. Или, дядя Миша, помоги мне поступить. И вот такие откровенные. Однажды у меня случился такой разговор, и я сказала, вы перестаньте это делать, он не святой. У Господа Бога надо просить это. Субтитры создавал DimaTorzok «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». Никогда не забуду, как он привез нас в деревню к матушке своей. Это была скромная-скромная деревенская изба. Как сейчас помню, было корыто, тазы, все заполнено яблоками. Потому что как раз конец лета, и, видимо, матушка варенье там делала и все. И, конечно, она им говорила, «Мишенька, ты вот баночки я тут приготовила, там она и грибы, там и варенье, там и все». Он говорил, «Мама, ну потом, потом, потом». Ему даже, может, было неловко, что мамочка при съемочной группе, вернее, при актерах, говорит там, что вот баночки не забудь взять. Она меня очень тронула. Я помню, как в холодные вечера летние и осенние топилась печка, и бабушка вот здесь вот ходила, дорогая моя, и какой сад был у нас. И я помню, что папа приезжал вот так из Нанадску, где кажут. А бабушка говорит, «Ой, а вой, ай, а Мишка ж приехал мой! А во, заходьте, заходьте, калиласка!» Вот так вот она всех принимала тут, вот в этом доме, накрывала вот такой же похожий стол, жарила на большой сковороде яешню на сале, картоплю жарила. Доставала, у меня всегда была пляшечка припасена для таких случаев, да. Она доставала пляшечку заветную такую. И здесь сидели и говорили без конца. «За эти полгода, что не было мамы, вот я посетила, мне стало легче. Эти, эти вот, это все делал я, это все стали. И это вешал я в море, в море, в море, в море». «Я, твои, ты, держи, не злодей, и цель, не отдыхали не, но жизнь бесконечная». О, святый, милый Бог, ой, Христе, души рад твои, 君 в море, не отдыхали не, но жизнь бесконечная. Есть Бог на земле, который вот все распределяет, когда что, и какому режиссеру что снять, и какому актеру что, в чем смяться, и когда какую тему поднять. Крупные жесты. Женька, мы с вами не знакомы, уже знакомы, иди сюда, я хочу, чтобы ты сыграл любую роль, любую роль, в чем, в чем, он называет момент истины. Когда ты приехал, тогда, когда мы можем здесь. После развала страны, после того, как развалился весь советский кинематор, и наша студия все-таки выстоял, прошло время, и мы вновь возвращаемся к тому, что мы делаем всегда в нашей студии. Тема Великой Отечественной войны всегда была главной темой белорусского кино. И наша картина момент истины становится моментом истины для всего белорусского кинематора. Я это принимал за приключения, и то, что поезд идет не вовремя, а мы машина, там, должна была проехать машина, и там, через три секунды поезд. Сейчас это снимается компьютерной графикой, а в том веке, это снималось нормальным путем, естественно. И он хотел, чтобы это было все опаснее, опаснее, опаснее. Приезжает машина, и поезд прям вот так вот, все опаснее, опаснее. И когда мы вот прям все, я говорю, давайте, ребята, сделаем, прям за две секунды. Да вот, ну, с нами Бог. И мы проехали, у нас заглохла машина, потому что кончился березин. И в этот момент прошел. То есть мы могли заглохнуть на рельсах. Но судьба. Это такое настоящее кино. Это пленка. Я помню, как мы снимали мою сцену, совсем маленькую, где мы с Женей Мироновым разговариваем. Я помню, как у меня что-то не получалось. И мы остановились, и я вышел из декорации, сел справа на мешок, а Михаил Николаевич через минуту вышел и сел слева. И я, маленький мальчик, сидел, курил и настраивался. А Михаил Николаевич рядом сидел и следил за моими движениями, готов я или не готов. И Михаил Николаевич тоже подрывался и шел за... То есть это было такое, это было настоящее такое творчество. Пожалуйста. Значит, вы утверждаете, что за всю дорогу никого не подвозили? Так точно. А, ну ладно, все. То, что полчаса назад здесь, в городе, с вашей машины сошли двое военных офицеров. Ты что, забыл, что ли, Борискин? Забыл! Помнил! Тихо. Тихо. По дороге попросились двое. Спокойно. Я их взял. Я понял. Пожалел. Тихо-тихо, я понял. Все, вы курите. Да. Борискин, курите, да? А, курите, пожалуйста. Да. Это был 99-й год. Было очень жаркое лето. Мы все страдали от жары. Отец очень страдал от ожогов, которые получил на съемках. Я помню, как мы жили, как я приехала в его номер. И первое, что мне бросилось в глаза, на столе лежала куча таблеток. Причем разных. Я когда увидела, мне стало плохо. А в холодильнике стояла бутылка водки. И вот это вот сочетание, вы знаете, меня настолько потрясло, что я поняла, что я, наверное, должна здесь пробыть намного, как можно дольше. Я понимала, что папе очень-очень тяжело, поскольку картина была очень тяжелая. Съемки были тяжелейшие, огромная массовка, жара, группа изнывала, уставала, отец очень уставал. И я просто поняла, что в этот момент, что мы приехали с Мишей к нему, не столько ради того, чтобы сняться. Мы приехали просто его поддержать, просто по-человечески поддержать. И он был очень рад, и нас не отпускал от себя максимально долго. Он мучился ночами, и мы с ним встречались в гостинице. В коридоре, и обговаривали, что мы будем делать. Я помню, Михаил Николаевич так волновался, что он выпил перед началом вот такой стакан, полный стакан водки. Я думаю, как он стоит на ногах? А он медленнее, перед началом съемки вот этой сцены, Потому что это был какой-то вот камень претновения, знаете, как быть или не быть. В Гамлете, так эта сцена, она у всех вызывала гонос. Ее, если вспоминают, то в этом фильме вспоминают именно эту сцену. В нашей истории был такой момент, о котором я очень сожалею. Он мне принес сценарий фильма «Момент истины». Принес, положил его, говорит, Лень, почитай, я вот в сомнениях, запускаться, не запускаться. Нужна ли сегодня военная тема? Но когда мы обсуждали это, возникла идея, что он меня снимет в одной принципиальной сцене. И жду приглашения. И потом я понимаю, что уже фильм, видимо, снят, осень глубокая. И как бы меня, значит, не будет на экране в очередной раз. И на Кинотавре, где фильм показывали, я как-то встретил Ташука. Достаточно с ним холодно так, поздоровался. Это была наша последняя встреча на Кинотавре. Потом, через какое-то время, его не ставил. Я возвращаюсь домой, запускаюсь на американскую картину. Чисто американская картина для американского проката. И про войну. И это будет картина о Белоруссии. Для Америки. О наших хатынях, о наших концлагерях. О бедах людей наших. Вот пусть Америка увидит Белоруссика, о которой она ничего не знает. Приз в номинации открытия года. Владислав Галкин в августе 2004. Владислав Галкин. Прошу прощения, но у меня есть для вас грустное сообщение. Вчера трагически погиб режиссер-постановщик этого фильма Михаил Пташук. Народный артист Белоруссии. Я прошу почти повинствование. До сих пор не могу простить себе эту свою холодную встречу, этот холодный тон. Потому что, конечно, он заслужил и мое уважение, и мою нежность, и мою признательность к нему, которую я запоздала ему сегодня высказываю. Прости меня, Миша. Когда вспоминаешь, просто сердце болит, что вот такой вот мощный человек, прекрасный художник, и так трагично и глупо ушел из жизни. Стоило на другую машину сесть. Только у него началось вот это вот... Он только как бы вошел во вкус по-настоящему. И у него все сошлось. И умение его, и талант его, и свобода. И вот сейчас, когда о нем мы говорим, он сейчас здесь. Потому что, запомните, что всякий раз, когда мы поминаем ушедшего, он рядом. Я счастлив, что вот было время, что я с ним работал, и действительно это было так интересно, так зажигательно. И Миша настолько был ярким, настолько горящим человеком. Жалко, что мы потеряли Царство Ему Небесное, такого вот человека. Жалко. Он не ощутил вот того, чего он был достойно ощутить. Ну как ты тут без меня? Слава Богу за все, аминь. Слава Богу за скорбь, за страдание и за радость. Спаси, Господи, чтобы все было хорошо. И спасибо тебе за все. И прости меня за все, мой дорогой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!